Первый в этом году случай гибели на воде. В Балахнинском районе утонули двое рыбаков. Вечером 28 февраля мужчины на лодке отправились проверить сети на Волге, но домой так и не вернулись. Их тела спасатели обнаружили лишь на следующий день. Они на Волгу в эту сторону рыбачить вечером поехали. Друзья двое. Выплыли на лодке они на Волгу, на фарватер. Вечером все это происходило. Перед темнотой вышли в темноте. Двое человек были на берегу. Крики слышали. Ветер был от тех, кто слушал. Слышно было плохо. Пока сориентировались, пока вызвали МЧС. Мне позвонили, я приехал. Надеялись на лучшее. Искали по берегу. 12 часов ночи спустили на воду лодку. Прошли с фонарями, ничего не нашли. Прошел по берегам везде. И на следующий день с утра нашли. Были в спасательных жилетах. Но, к сожалению, в холодной воде они не помогают. Вот в той стороне. Ну, вниз, вниз по Волге нашли их. Сейчас сказать. Браконьеры мы не браконьеры, я понял. Елки-палки. Ну, сеть. Хотели сеть. Выкинуть, проплыть и выпрыть. Все. И кувыркнулись. Лодка пластиковая. Лодка уплыла, естественно, уплыла. Они кувыркались, они просто замерзли. И в жилетах были. Все, не спасло ничего. Холод, вода. Они замерзли, они не утонули. Они пытались, пытались. У моего сапог один. Они пытались выбраться на берег. Ну, вода-то ледяная. Здоровый человек. 15 минут в такой воде. Находится и все. Кровь остывает и все. Ну, 15 минут. Если тренированный, ну, полчаса он продержится, не больше. Молодым был 32. Александр Тимофеевич. 55. 55. У Максима только семья там появилась. Роджи только начал. На самом деле машину купил. Женился. Александр Тимофеевич, мне кажется, хотел там довольно пенсию встретить. Тоже жить в удовольствие. Очень хороший человек был. Всегда улыбался. Тут, знаешь, сколько уже памятников на берегу. Да. И все так вот надеялись на что. Все надеялись. Да. Кто-то, но не я. Кто-то, не я. Да. Так всегда. Сколько ловят льдины, сколько отрывают. И что? Все равно народ едет. Ну, это болезнь. Это азарт рыбалки. Никому эта рыба не нужна, по большому счету. Это важен францесс сам, а не рыба. В связи с началом таяния рек сотрудники МЧС предупреждают любителей подледного лова об опасности. Хотелось бы предостеречь любителей подледного лова. Все-таки у нас наступила и календарная весна, и достаточно долго уже в дневное время плюсовые температуры. Лед, несмотря на то, что толщина кое-где сохраняется несколько сантиметров, но он рыхлый и он не может выдержать вес взрослого человека. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, и в ближайшее время у нас будут в очередной раз проводиться рейды, мы предостерегаем об опасности выхода на лед. Лед крайне непрочен, и не стоит ради сомнительного улова рисковать своей жизнью.